Привет, друзья! С вами Виктория и канал Кулинарием с Викторией. И сегодня я вам предлагаю рецепт буженина в духовке. Свинина, запеченная в духовке одним куском, непревзойденное блюдо, как на ужин, обед или праздничный стол. А приготовить его совсем просто, но давайте же скорее приступим. Я буду готовить буженину с гарниром вместе с картошкой и овощами. Для приготовления мне понадобилось сама буженина, у меня килограмм картофель, морковь, помидоры, лук, чеснок, растительное масло, специи, соль. В процессе приготовления я вам буду рассказывать полностью, какие специи я использовала, зелень и немного сливочного масла. Сначала я займусь бужениной. Буженину сначала нужно хорошенько замариновать. У меня вот такой кусочек, я вам показываю кусочек нежирный. Перед тем, как мариновать буженину, я ее нашпигую чесноком. Для этого делаю по всему куску мяса вот такие отверстия ножом. Это можно делать с помощью шпиговальной иглы, но у меня такой иглы нет, поэтому я делаю вот так. Затем я очистила и нарезала чеснок и кусочки чеснока вставляю в проделанные отверстия. На моем канале есть другой рецепт буженины в духовке, ссылку я вам оставлю в описании под видео. Также вы ее увидите в подсказках. Очень интересный рецепт очень вам рекомендую. И теперь маринуем буженину. Сначала хорошенько ее солим с двух сторон, посыпаем специями. Специи берите по вкусу. Я использую черный перец, орегано, сушеный чеснок, чеснок с имбирем, кориандр. И хорошо все втираю прям вот так в мясо полностью со всех сторон. Чтобы специи получше скрепились на мясе, можно его немного взбрызнуть оливковым маслом или растительным маслом. И оставляю мясо мариноваться на 2 часа. Если у вас совсем мало времени, то пусть оно помаринуется хотя бы 30 минут. И пока займусь гарниром, овощами. Очищаю лук, морковь, очищаю картофель. Полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео. Нарезаю вот такими небольшими ломтиками лук. Мелко слишком нарезать его не нужно. Примерно вот такого размера. Нарезаю морковь. Все овощи нарезаем на ломтики среднего размера. Мелко нарезать не нужно. Так будет намного вкуснее при выпечке. И нарезаю картофель. Нарезаю помидоры. Все овощи подготовлены. Теперь займемся мясом. Мясо у меня промариновалось 2 часа. И теперь я его буду обжаривать на сильном огне. С одной и с другой стороны. Наливаю оливковое масло в сковороду. И вот я вам показываю. Обжаривать нужно до золотистой корочки. Ну, примерно минут по 5 с каждой стороны. Затем я подготовила блюдо. Блюдо я немного смазала растительным маслом. Перекладываю буженину, уже обжаренную буженину, блюда. Масло, которое выделилось и осталось, я поливаю им сверху буженину. И буду выкладывать поочередно все нарезанные овощи. Первый слой, слой картошки. За картошкой выкладываю лук и морковь. Красный лук очень вкусно сочетается со всеми остальными овощами. Он придает немного сладости. Получается очень вкусно. Я очень часто использую красный лук для выпечки с мясом. И получается очень-очень вкусно. Все немного подсаливаю, перчу. Сверху выкладываю помидоры. И в разогретую до 200 градусов духовку ставлю выпекаться буженину на 1 час. Смотрите по своей духовке. При желании за 15 минут до конца приготовления можно добавить немного сверху на буженину сливочного масла и оставить запекаться еще минут на 15 для большей сочности. Проверяем готовность либо деревянной шпажкой, либо ножичком. Вот так немного прокалываем. Если сок выделяется прозрачный, значит мясо готово. Достаем блюдо из духовки, оставляем его немного остыть и нарезаем буженину на порционные кусочки. Выкладываем на блюдо вместе с гарниром. Блюдо получается очень-очень вкусное. Буженина приготовленная по этому рецепту получается очень сочная и ароматная. Очень рекомендую вам попробовать такой рецепт. Получается очень-очень вкусно, вы не пожалеете. Подписывайтесь на мой канал, если видео вам понравилось. Ставьте лайк, пишите мне свои комментарии. А я всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами!